Первая точка в программе визита – Барановичский автоагрегатный завод. Выпускает автокомпоненты для грузовой и автобусной техники. Директор предприятия Виталий Юркевич с гордостью демонстрирует собственную продукцию. Например, сцепные устройства. Их выпуск наладили еще в 2018 году. Начали поставлять на рост сельмаш и гомсельмаш вместо немецких. После введения санкций спрос на продукцию вырос в разы. На сегодняшний день мы работаем по импортозамещению. Это касательно демперной продукции для железнодорожных узлов и касательно тягово-сцепных устройств. Наши потребители – это ГАЗ, Урал, КАМАЗ, тракторный питерский завод. Следующее предприятие, которое посетила делегация Пензенской области – Барановичский станкостроительный завод «Атлант». Здесь выпускают компрессоры для холодильников, электродвигатели для стиральных машин, делают отливки из чугуна, развивают станкостроительное производство. Изготавливаемую здесь продукцию оценили выше импортной еще до того, как страна взяла курс на импортозамещение. Полная кооперация с Российской Федерацией. И поставляем потом в готовый компрессор «Атлант». Барановичский станкостроительный завод и раньше сотрудничал с Пензой. Экспортировали оборудование для производства пластмасс. Сейчас готовы не только нарастить объемы, но и обсуждать создание совместного предприятия. Есть ряд направлений, которые еще не вызывают интерес. Обсуждаются разные направления, как поставки комплектующих компонентов. Вот буквально сейчас обсуждали вопросы производства термопласт-автоматов. И достаточно серьезно партнеры Пензенской области и руководство предприятия обсуждают возможности дальнейшего даже углубленного сотрудничества. Барановичскому заводу станкопринадлежностей тоже есть что предложить. Высокоточное оборудование здесь установили два года назад. Наладили выпуск токарных патронов. Полный аналог японской и немецкой продукции. Производят 2500 штук в год. 25% отправляют в Россию в рамках программы импортозамещения. Мы работаем с Пензой. У нас есть представители, дилеры. Но есть еще организации, которые хотелось бы, чтобы все-таки отходили от импортной оснастки. Это Китагава, Автоблок и другие организации, которые выпускают высокоточные патроны. Посетили представители Пензенской области и Барановичский завод автоматических линий. Предприятие специализируется на выпуске станочной продукции для железной дороги и различных отраслей машиностроения. Это направление вызывает у российских партнеров интерес. Первым, что хотелось бы отметить, высокую концентрацию машиностроительных предприятий. И в этом плане мы, безусловно, есть нам в ком направлении сотрудничать в Пензенской области. Создан первый в Российской Федерации танкостроительный кластер. И уже мы понимаем, какую продукцию можно из барановичских предприятий поставить нам, что мы могли бы от себя поставить сюда. На заводе торгового машиностроения гостям показали всю линейку производимого специализированного оборудования для кафе и ресторанов. Здесь тоже есть над чем совместно поработать. У нас очень развита такая локальная фермерская мясопереработка. И вот мы же сейчас думаем, как увеличить, помочь с продажами, увеличить продажи нашим фермерам. Потому что у нас полуфабрикаты всевозможные производятся. Тут самые широчайшие перспективы. После посещения барановичских предприятий представители Пензенской области сформируют перечень заинтересовавшей их продукции. И далее уже будут обсуждать конкретные шаги по взаимодействию. Татьяна Манчак, Людмила Салдзина, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».